И в общем-то поток этого вдохновения было всего два. И книжки две детские. Всего две, но какие? В каждом издании произведения победителей республиканских и международных конкурсов. Известный публицист и краевед Сергей Москвитин взялся за детскую литературу спонтанно. Вдохновили дети, потом внуки. Немалую роль сыграло желание попробовать себя в конкурсах. Теперь у него внушительный список наград, а формулу успешной детской литературы ищет до сих пор. Да вот попробуй разберись. Маршак считал, что книги для детей должны быть по уровню не меньше, чем для взрослых, но лучше даже. И причем эти требования, как правило, идут от самих взрослых, потому что все беспокоятся за то, что будут читать наши дети. Главное, чтобы читали. Сегодня родители видят детей чаще с гаджетами, чем с книгой в руках. Вот и думают, чтение детей совсем не интересует. Так ли это? Любишь читать книги? Ну, смотря какие. А какие тебе нравятся? Ну, про игры нравятся некоторые. А еще какие-нибудь есть любимые? Ну, Денискина рассказы нравятся. Рапунцель, Белоснежка. Ну, там еще какие-то сказки. Рассказы Сергея Москвитина. Так откуда взялось мнение, что современные дети не читают? Масштабных исследований этой темы не проводили с 2001 года. Делали лишь небольшие замеры для отдельных исследовательских работ. Они показали, чтение никогда полностью не уходило из досуга школьников. Менялось лишь качество. Что читают дети сегодня? Этот вопрос мы задали в детской библиотеке Ленска. Здесь и до пандемии, и после всегда детские голоса. Школьники любят проводить свой досуг в читальне. И, конечно, брать любимые книги. Вероника Хороших с пяти лет буквоед. Первоклассница – постоянный посетитель библиотеки. Сотрудники библиотеки говорят, откуда взялся миф, что дети не читают, они не знают. В этом убеждаются каждый день на рабочем месте. Об этом говорят их показатели. В год библиотека должна принять 3600 читателей. План не выполнили только в 2020 году. От того, что ребенок не сидит именно в кресле с книгой, это еще не говорит о том, что ребенок ее не читает. Сейчас, по-моему, всем известно, что в век информационных технологий книга приобретает все более новые и новые форматы. Дети к нам приходят, дети любят нас, мы любим их, и все прекрасно. Дети книги читают. Интерактивная аудиокнига электронная или классическая. Каким бы способом дети не черпали информацию, главное, чтобы у них не пропадал интерес к изучению мира. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!